В республике Муриэл есть шесть театров, пять из которых находятся в столице городе Ишкрала, а один находится в городе Космогенянске. И это Горномарийский драматический театр. Театр, которому скоро исполнится 30 лет. И на протяжении этих лет он несет культуру в массы и сохраняет национальный язык. И циклом этих передач мы хотим показать вам закулисье театрального искусства и рассказать о тех, кто бережно хранит традиции, передавая из поколения в поколение, чтобы народ горных морийцев продолжал жить. Людмила Алексеевна, скажите, пожалуйста, откуда вы пришли в театр и стали его руководителем? Да, моя судьба связалась с театром в 1990 году. Вот честно скажу, я никогда не собиралась, не мечтала, не думала стать актрисой, играть в спектаклях. У меня даже в смелых мечтах такого не было. Я когда в школе училась, я всегда думала, что я буду учителем. Учителем именно русского языка и литературы, потому что у меня всегда была тяга к гуманитарным предметам. И после девятого класса я уже пошла в десятый класс Паевусовской средней школы. И в этом году в Башкороле открыли курс театральный и собирали туда парней и девушек, будущих артистов для Горноморийского театра. Я, конечно, об этом не знала. И вот группа эта не собралась. И в сентябре Олег Геннадий Черкабаев и представители нашего района стали ездить по школам и разговаривать со старшеклассниками, чтобы поступили, пришли учиться именно вот в эту группу. И собрали нас в школе, и выступал Олег Геннадий Черкабаев. И вот он так красиво расписал, чем занимаются, как работают артисты. Меня так это за душу взял. И я бросила школу, собралась и поехала в Ишкоролу поступать на этот театральный курс. Родители у меня, конечно, были очень против. Но потом отец сказал, ну ладно, пускай едет, попробует поступить. Может и не поступит. Но меня, конечно, сразу взяли, потому что я училась в музыкальной школе, была девочкой музыкальной. И в школе занималась и в танцевальном кружке, и в театральном кружке. То есть опыт выступления на сцене у меня был. И после 1994 года нас всех приняли в театр, и мы стали там работать. То есть открывали этот театр, и я играла главную роль в премьерном спектакле Тарвада. Именно этой постановкой по пьесе Евграфа Поствайкина открывался театр. Вот. И сейчас, я уже пять лет, судьба моя артистическая артистка была недолгой. А сколько она продлилась? Если мы начали работать с 1994 года, то в 1997 году я ушла в декрет. И уже в театр я вернулась директором в 2019 году. А как складывалась судьба ваша после ухода театра и после камбэка в театр, уже в виде директора? Судьба, как сказать, судьба... Судьба всегда у меня была рядом с культурой. Когда я родила от двоих детей, я работала в образовательных учреждениях города Казмодемьянска. Это в Доме детского творчества работала педагогом-организатором. На детском садике «Радуга» хореографом. Но потом в отделе культуры Горноморийского района работала в 2008 году Лидия Никаноровна Мирнова. И вот она меня пригласила туда работать методистом. Я, конечно же, думала, почему бы нет. Потому что я владею горноморийским языком, и мне было всегда интересно. Культура – это, наверное, моя такая, как ты сказала, судьба. Я там работала в отделе культуры. Сначала методистом, потом специалистом, а потом еще пять лет руководителем отдела культуры Горноморийского района. Пока я работала, я очень много лет работала ведущей на наших больших масштабных районных мероприятиях, таких как «Пеледышаю», «Мара». И еще параллельно я работала диктором радиостудии «Акпарс». В 2008 году у нас в районе открылась эта студия. И первыми ведущими стали я и Евгений Алгасов. Нас направили, командировали в «Эшкаралу» в «Мариевый радио», чтобы мы набрались опыта, посмотрели, как работают. И я на радио, наверное, тоже поработала до 2008, до 2014 года диктором. То есть это тоже большой опыт, интересная работа. И я вообще рада, что радиостудия «Акпарс» до сих пор работает, радует наших жителей с вами передачами. Но так или иначе, вся ваша жизнь была связана с культурой, творчеством. То есть не было профессий, которые были далеки от культуры. Ну, это да. Даже вот и педагог, организатор, и хореограф, это же все равно творческая работа получается. Скажите, вы уже 5 лет на этой должности. Что за это время произошло? Можно подвести какие-то итоги? Да, конечно, итоги 5-летки, наверное, можно подвести. Хотя не очень правильно, наверное, хвалить себя на камеру при людях. Но все равно я очень рада, каждый раз благодарю со сцены за то, что наш театр с 2017 года участвует в партийном проекте «Культура малой Родины». И мы получаем финансы для постановки новых спектаклей и для улучшения материально-технической базы. Это, конечно, для нас огромная помощь. Мы уже много сделали, закупили много световой, технической аппаратуры для улучшения наших спектаклей. И с каждым годом, конечно же, это помогает для постановки спектаклей на другом уровне, на более высоком, потому что сейчас тенденция такая, что люди у нас хотят все что-то смотреть новое, интересное, масштабное. Мы с каждым годом улучшаем свою инфраструктуру внутри театра, делаем ремонты в малом зале, в коридорах, в кабинетах, закупаем новую мебель, чтобы нашим работникам уютно было работать и хотелось приходить на работу. Я очень люблю наш Корноморийский театр, люблю наших артистов. Артисты у нас всегда играют, хоть на выезде, хоть на каких-то фестивалях. У себя тут у нас на большой цене Центра народной культуры имени Якова и Шпая, они выкладываются на сто процентов. А у вас есть какая-то мечта? Мечта есть. Она есть у нас у всех, у всех тех, кто работает в нашем Корноморийском театре. Мы очень хотим, это очень мечта такая смелая, наверное, где-то фантазийная, но надо мечтать эти мечты, они всегда когда-нибудь исполнятся. Мы очень мечтаем, чтобы у нашего театра было свое здание отдельное, чтобы это было именно театральное пространство, чтобы хватало всем помещений, чтобы там у нас были цеха, чтобы делать коллаборации с нашими культурными учреждениями нашего района, не только района, а республики, чтобы мы могли принимать у себя в этом театре коллективы нашей республики, соседних республик, коллектив из других регионов, чтобы знакомить также, конечно же, с нашей территорией, с нашим городом, с нашим районом, с нашей республикой. Мы немного узнали о директоре Людмиле Ятласкине, А какая дома Людмила Алексеевна? Что может ее порадовать за стенами театра? Дома Людмила Алексеевна хозяйка. Из хобби могу свое отметить, то, что я очень люблю заниматься цветоводством, овощеводством, люблю читать книги, люблю зимой кататься на лыжах, летом на велосипедах. С недавнего времени я являюсь бабушкой, а у меня есть маленький прекрасный внучок по имени Ян, которого я очень обожаю, люблю и всегда жду в гости к себе.